здравствуйте дорогие телезрители сегодня гость нашей студии людмила дураева адвокат и так давно она была экспертом программы на первом канале здравствуйте людмила людмила расскажите пожалуйста о съемках на первом канале о ваших эмоциях как вы туда попали а да мне посчастливилось поучаствовать принять участие на первом канале в телепередаче подкаст лап легкие деньги наравне со мной вместе принимал участие зампредседателя государственной думы борис чернышов ведущим у нас был михаил жанов общем пригласили меня после того как я давал ряд интервью различным публикациям о том что что такое пособие льготы и значит какие льготы и пособия вообще положены гражданам и рассказывала о скрытых каких-то льготах и пособиях о которых люди в принципе не знают вот и конечно эмоции переполняли было очень волнительно но достаточно интересно прошло значит эксперт рядом был очень тоже такой удивительный человек очень приятно было с ним вместе принимать участие в этой передаче мне все очень понравилось и честно сказать я рада что я не отказалась и приняла участие разъясните нашим телезрителям что такое льготы что такое пособие различие есть что такое льготы и что такое субсидия льготы это своего рода госпомощь гражданам от государства она предоставляется инвалидам ветеранам участникам кстати специальной военной операции ветеранам великой отечественной войны допустим вот назначаются люток как как зачастую на пожизненно то есть человек предоставляет определенный пакет документов исходя из этого уже назначаются льготы ветеранам боевых действий государство компенсирует 50 процентов от оплаты коммунальных услуг в их число входят как я уже ранее сказала и участники специальной военной операции и инвалиды вот что такое субсидии субсидии же это своего рода кэшбэк жилец оплачивает по платежке вносит оплату за коммунальные услуги если на коммунальные услуги от дохода семьи тратится более 22 процентов то тогда государство компенсирует часть и часть или же полный размер того платежа который был внесен жильцом субсидии назначаются как полом зачастую на полгода они могут продляться в том случае если материальное положение семьи или жильца не изменилось то есть через полгода снова можно обратиться подать заявление через многофункциональные центры можно напрямую обратиться в собес и значит продлить эту услугу скажите положено ли субсидии или выплаты от государства гражданам имеющим невысокие доходы до малообеспеченным и нуждающимся в нашей стране и в нашем регионе в целом предусмотрен ряд льгот и пособий допустим они могут воспользоваться также пособиями выплатами из материнского капитала субсидии по жкх льготные ипотечные займы которые предусмотрены тоже для малоимущих и малообеспеченных и нуждающихся семей также есть определенные компенсации компенсации за проезд компенсации за детский сад за налоговые вычеты всевозможные точно также даже есть налоговые вычеты за обучение если дети обучаются на платной основе то родители естественно может получить этот налоговый вычет в течение года в общем в нашем регионе в целом как и в стране предусмотрено огромное количество льгот и субсидий для нуждающихся и малоимущих я думаю что все таки нужно чаще освещать эти проблемы чтобы наше население более были уверены и знали о своих правах и обязанностях да и возможностях то что государство и наш регион предоставляют и пользовались этим единое пособие на ребенка как и кто может получить 1 января 2023 года введено универсальное единое пособие на ребенка оно может выплачиваться наравне с пособиями от 3 до 8 лет от 8 до 17 лет но естественно оно будет оформлено уже не на того ребенка на которого получались ранее эти пособия также с пособиями на маткапитал наравне может выплачиваться но при всем при этом учитывается среднее средний доход на одного члена семьи он не должен превышать прожиточный минимум далее учитывается также и имущественное положение семьи если у вас есть квартира машина да все нормально но если недвижимого имущества много то скорее всего семья могут в этом отказать потому что данная льгота она предусмотрена для нуждающихся и более мало обеспеченных семей также имеет важное значение нулевой доход если один из родителей без уважительной причины не работает то тогда скорее всего семья будет отказана в получении данного пособия уважительными причинами считаются служба в армии тяжелое заболевание или же то что один из родителей состоит на учете на бирже труда вот и соответственно при подаче всего пакета документов высчитывается из дохода семьи сколько процентов будет одобрено 50 75 то бишь 100 и уже люди пользуются и получают эти пособия это кстати очень хорошая поддержка для семей родителей дошколят интересует такой вопрос как получить компенсацию за детский сад кому она вообще положена как ее оформить за детский сад компенсации положено в нашей республике ситуация такая что размер компенсации составляет 20 процентов на первого ребенка 50 процентов на второго ребенка и 70 процентов на третьего ребенка то есть родители когда устраивают детей в детский сад они при этом предоставляют пакет документов необходимые после того когда они вносят плату им возвращается 20 50 или 70 процентов от той суммы которую они заплатили то есть даже в этом наша страна как бы пытается помочь наш регион пытается помочь людям да как то чтоб менее затратнее было содержание детей и в дошкольных учреждениях и в школах и вузах в общем вот так на этом наше интервью подходит к концу до новых встреч до новых встреч